посмотрите друзья я надеюсь вам видно таким коромыслом радуга я нашла для вас еще одно устрашающее видео это опять на западном побережье у нас тот ландбей вот так вот оборвалась огромная парковая площадка для парковки машин я имею ввиду это я нашла тоже такие съемки весьма впечатляющие вы понимаете что снимала конечно же не я я не настолько отважная женщина чтобы чтобы подходить к краю этого обрыва это случилось но наверное больше десяти лет назад не так и давно только-только построили вот эту огромную площадку для парковки машин не знаю уж как они там согласовывают все это но вы видите по асфальту что площадка практически новая здесь и вот так вот обрушилась она точно также вниз в результате вот этих постоянных оползней на нашем острове есть у нас еще много таких обвалившихся мест и даже есть одна дорога которая использовалась очень долго вот вдоль пролива и потом это все оборвалась в море но я думаю что вы поняли насколько наш остров подвержен оползнем и перейдем к другой теме друзья я показывала вам на вот этих фотографиях в первой части своего видео вот дафну с ее сыном тимом и хочу немножко вам о ней рассказать это женщина она старше даже моего мужа была она была его знакомой очень давно познакомились они конечно же в провоз клубе и она была подругой его жены но потом в общем продолжали они общаться с моим мужем у нее это дафна ее зовут у нее у этой женщины муж был старше значительно он был старше ее по моему на 20 лет и он уже давно умер когда мы с ней встретились то она была уже долгое время вдовой ну и потом вот я познакомилась с ее сыном тимом тиму 41 год вот здесь на фотографии но он довольно таки неплохо выглядит тим вы знаете не женат и вот когда дафна узнала что я из россии она сразу стала говорить что вот тиму не нравится английские девушки он никак не может никого себе найти а вот как бы было хорошо если бы ты галина как-то посодействовала может быть познакомила бы его может быть у тебя есть какие-то знакомые там русские девушки хорошие но у меня конечно же как вы понимаете много девушек знакомых и молоденьких женщин которые в общем-то не против познакомиться с иностранцами и одну из таких девушек и и у меня была ее фотография вот оля это дочка моей подруги и она ровесница моей дочери тоже они практически в один год родились то есть она получается ну на 10 лет моложе вот тима была на это время но и я думаю покажу я тиму эту фотографию почему бы и нет а может быть что-то завяжется получится оля вроде была не против и я через дафну передала этому тиму что вот у меня есть ему показать девушку рассказать о ней может быть вы к нам придете и вот как раз вот вы знаете тим он именно и прибежал вот то что я вам показываю фотографии когда он к нам пришел в гости это было единственный раз он пришел именно из-за того что он хотел посмотреть вот на фотографии вот девушки из россии но вы знаете самое интересное что когда я ему эту фотографию показала он конечно очень заинтересовался ему оленька очень понравилось но он стал расспрашивать сколько ей лет она что-то здесь такая молоденькая а что она училась где-то какое у нее образование ну я все рассказала про олю она девушка образованная он сказал что да замечательно конечно хорошо но и как-то собрался быстренько и ушел потом оказалось как мне передала дафна что он очень расстроился что несмотря на то что ему так девушка понравилось это сильно он понимает что ему там как говорится ловить нечего что у него то образование никакого нет и что ему уже 40 лет а девушка выглядит очень молодой но в общем получилось что тим этот со страшными комплексами и я кстати даже тоже и не знала оказалось что он действительно закончил только школу ну вот знаете у них это как то я по моему вам тоже об этом рассказывала что в англии здесь но вот они не стремятся к высшему образованию может быть потому что жизнь такая что учиться сложно может быть просто сами не хотят даже как-то трудно мне об этом сказать но я знаю что практически вот моих знакомых никого никто из детей не имел каких-то высших образований вот не учился не в оксфорде не в кембридже как мы себе представляем что в англии такие всемирно известные какие-то университеты ну вот они молодежи как-то недоступны наверное скажем так ну вот и тим он после школы закончил какие-то курсы и занимался тем что помогал стричь газоны вот не знаю как то даже я такого честно говоря не ожидала он довольно таки приятный такой мужчина ну вот видите всего лишь навсего работал газонокосильщиком всю свою жизнь и ни к чему другому не стремился что я еще хочу тут сказать вот не получилось да тим испугался что девушка как говорится слишком для него хороша и сейчас если кто-то у меня будет спрашивать а что там тим в конце концов женился или нет потому что это прошло довольно долгое время наверное с тех пор прошло лет восемь но я как вы понимаете после смерти мужа уже не общаюсь ни с дафной не с тимом тем более и я ничего не знаю и поэтому ну вот сразу предупреждаю если будут вопросы заранее вам говорю про тима и про его судьбу я не в курсе ну а с дафной тоже наше общение постепенно перешло на нет хотя вот она видите сидит вот тут рядом с моим мужем слева внизу это на нашей свадьбе дафна принимала живое участие она и мне помогала платье искать и все там в общем и прическу помогала мне найти парикмахера сделать и мы с ней видите вот такие вот тут расцеловываемся прям друзья были не разлей вода ну а потом после того как муж мой умер что я сказала что все мои общения сошли на нет хотя было очень много у меня вот друзей из пробос клуба совместных наших друзей вот видите мы частенько на вечеринках вместе отдыхали это в ресторане вот мы празднуем какой-то юбилей по моему день рождения джона уэлла вот ну а сейчас я могу единственное что сказать что из этих людей большинство уже поумирала я даже продав но не могу ничего толком сказать просто я не знаю но мы не будем о грустном друзья потому что я считаю что все эти люди они прожили длинную и прекрасную жизнь а я хочу с вами перейти к новому сюжету и вот под этот шелест волн давайте послушаем еще одну историю очень чистая вода сейчас спущусь вам покажу но прилив я не знаю то ли он вода сейчас уходит то ли он еще только начинается прилив я никогда почему-то не слежу сейчас спустимся покажу вам какая водичка чистенькая вот какая чистая вода вот это такая здесь замощенная спусковая площадочка это для того чтобы спускать яхты или какие-то большие лодки в море как красиво боже мой как красиво посмотрите как здорово да вот в любое место как уже я много раз замечала куда не придешь везде красота знаете я как-то всегда мечтала жить у моря и даже эту мечту свою часто довольно повторяла что я мечтаю жить у моря но для у нас как-то море и океан вот они неразрывно море да и море и кстати здесь тоже в английском языке есть слово sea что значит море и есть слово ocean океан но вот слово оушен почему-то они применяют редко они не говорят если они пошли на побережье вот сейчас океана атлантического они не скажут i am walking the atlantic ocean beach они скажут sea beach sea view не ocean view понимаете о чем я говорю ну вот так что я хочу сказать я мечтала жить у моря и в конце концов вот видите моя мечта сбылась на шестом десятке лет хотя до этого я жила в архангельске как вы знаете это тоже берег моря белого а родилась то я вообще не далеко от моря черного но это все конечно не берег был это все таки какая то такая территория неподалеку у нас неподалеку считается 30 километров да в архангельске правда там набережная очень большая красивая белого моря но скорее даже не белого моря а северной двины белое море это там в северодвинске вот то есть не получалось и в конце концов я все таки приехала сюда и я живу на острове окруженном водой и остров white вот тем более мне до моря прогулочным шагом 15 минут а если быстро идти то и 10 это я считаю очень близко к морю но то есть но оказалось что море не всегда такое как я его предполагала я когда говорила что я мечтаю жить у моря я все таки думала что море будет теплое по крайней мере вот такое может быть как черное или может быть еще лучше как красное море понимаете ну получилось что вот я живу у моря но оно холодное большую часть года как говорила моя дочка когда я ей сказала что всегда наши мечты сбываются и я живу у моря но не у того моря как которого я хотела она мне сказала мама я же тебе тоже всегда говорила что надо правильно формулировать свои желания надо было сказать вот именно возле какого моря ты хочешь жить возле теплого холодного лучше еще в какой стране вот если все это вы себе будете повторять и думать а еще лучше картинку повесить как я говорила на видное место то это все сбывается можете верить можете не верить но действительно сбывается и вот в связи с тем что я дала вселенной не точную установку насчет жить возле моря но я живу возле моря и я благодарна вселенной что она услышала меня точно так же была история когда я сказала что я хочу замуж выйти и в конце концов хочу найти хорошего мужчину иностранца ну вот мне и нашелся этот хороший мужчина вот опять же я не показала какой он должен быть и этот мужчина оказался на 20 лет меня старше ну и такого конечно я не ожидала опять поэтому друзья я вам сразу говорю что если вы что-то хотите для себя точно иметь то пожалуйста точно и формулируйте свои желания это самое главное в общем то наверное то что я хотела вам сегодня и сказать а вообще поздравляю всех вас друзья у меня уже тридцать одна тысяча подписчиков и это очень много но мы стремимся как вы знаете миллиону ставьте пожалуйста пальчик вверх пожалуйста пишите свои комментарии пожалуйста смотрите рекламу на моем видео я всегда стараюсь для вас я открыта для общения а на этом друзья всего вам доброго увидимся еще пока пока пока